И лифты, и подъемники, и перила, и разметки. Пандус, кнопка вызова помощи, тактильная разметка. Доступная среда при входе в школу – это то, на что в первую очередь обращали внимание члены выездной комиссии. Использовали мобильное приложение, созданное партией «Единая Россия», в котором поэтапно фиксируются все пункты проверки учебного учреждения. Первым адресом мониторинга стала Видновская гимназия. Здесь сейчас идет строительство второго корпуса. Он поможет разгрузить образовательное учреждение. Пищеблок небольшой, к сожалению. Поэтому одной из задач пристройки – это было сделать новый пищеблок. Он там будет на 400 человек. Поэтому мы можем за перемену покормить всех детей. А у вас питание привозное? Нет, мы готовим сами. У нас операторы питания, готовим сами еду. Поэтому еда у нас очень вкусная. Жалоб на питание никогда не было. Еда такая домашняя. У нас очень хороший повар. Воезная комиссия, куда вошли сотрудники администрации Ленинского городского округа, депутаты и общественники муниципалитета, осмотрели школьные санузлы и раздевалки. В отношении модернизации гардеробных вынесли предложение о создании индивидуальных шкафчиков для обуви учеников. В каких-то школьных гардеробах можно это установить в связи с пространством в гардеробе, а в каких-то нет. Но можно предусмотреть, чтобы в школах, которые будут в будущем строиться, закладывать в гардероб то пространство, где можно установить такие ячейки. В связи с пандемией, я думаю, это уже актуально. Также в этот день члены комиссии посетили Видновскую школу номер 11. Находится она в Молодомик районе Купеленка. Сдана в эксплуатацию три года назад. Осмотрели классы, их оснащенность, актовые и спортивные залы. Какие красивые, гордые школы ждут ребят. Светлые, чистые. Каждая школа особенная. Она дышит своим каким-то особенным этим воздухом, организмом. Это все очень важно и скажется и на качестве знаний, и на подготовке наших школьников, и на воспитании нравственных качеств личности. Всего на данный момент проинспектировано 4 учебных учреждения Ленинского городского округа. Замечаний не обнаружено. Мониторинг продлится до начала учебного года. Юлия Погосян, Александр Логинов, Евгений Садовский. Видное ТВ.